Пять лет длилось судебное разбирательство в отношении бывшего премьера Молдовы Влада Филата. Ему грозило до семи лет лишения свободы по обвинению в отмывании денег в особо крупных размерах. Но Кишиневский суд оправдал политика. «Так как действия не содержат состава преступления, Владимир Филат считается реабилитированным». Сам Филат считает, что дело против него сфабриковано по указке бывшего главы Демпартии, ныне беглого олигарха Влада Плохотнюка. «Я считаю, что пришло время, когда в республике Молдова выдвижение незаконных обвинений, начало судебных процессов, длящихся годами, без каких-либо доказательств должны иметь последствия». Прокурор с приговором не согласна. Кроме заключения, она требовала принудительного перевода на государственный счёт суммы почти 13 миллионов леев – около 670 тысяч евро, что якобы равно отмытой сумме денег. «Прокуратура по борьбе с коррупцией обжалует приговор в сроки, предусмотренные законом – 15 дней». «Вы ожидали такой приговор?» «Я не могу комментировать, ожидали мы или нет. Таково решение суда». Эксперт «Ватчдог» в области права Александр Бот пояснил, что для того, чтобы понять, насколько обоснован оправдательный приговор, нужно освещать и обсуждать такие резонансные дела. Иначе складываются ощущения, что они возбуждаются, исходя из политических реалий страны, а не на основании закона и обоснованности обвинения. Напомню, Влад Филат, глава ЛДПМ, партия, которая порядка 10 лет назад была ядром проевропейской коалиции в парламенте Молдовы, оказался в центре громкого коррупционного скандала ещё в 2016 году. Тогда, на основании показаний беглого олигарха Илона Шора, суд признал Филата виновным по резонансному делу о краже миллиарда из банковской системы республики. Его приговорили к 9 годам лишения свободы за пассивную коррупцию и извлечение выгоды из влияния. В тюрьме Филат отсидел только половину срока и досрочно освободился в 2019-м. Стоит отметить, что по обоим делам экс-премьер свою вину так и не признал.